День Трезвости И хотели мы бы сегодня с вами поговорить об этом дне, о празднике трезвости, как его отмечать, есть ли какая-то вообще польза в этом празднике. И также отдельный подвопрос – это обеты трезвости. Если, дорогие друзья, среди вас те, кто когда-либо давал обет трезвости, мы бы хотели, чтобы вы поделились своим опытом и рассказали, помогает это или не помогает, как дальше складывается жизнь у тех, кто дает обет трезвости. Вы можете нам позвонить в прямой эфир по телефону 379-65-70, код города 343. Также вы можете нам написать в социальной сети ВКонтакте, на Фейсбуке и на нашем форуме. Но сейчас мы в первую очередь, конечно же, ждем ваших звонков в прямой эфир. Для начала хотелось бы сказать по поводу трезвости. В интернете написано следующее, на сайте «Православие и мир». Обет трезвости в современном виде предполагает следующее. Не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, не склонять к тому других, не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных слов. Обет трезвости может даваться на определенный срок от трех месяцев до нескольких лет или же на всю жизнь. Таким образом, понятие трезвости оказывается очень широким. Это не только воздержание от алкогольных напитков, но в первую очередь это, конечно же, подразумевается именно воздержание от алкоголя. Трезвый образ жизни, здоровый образ жизни. Нам бы хотелось узнать, дорогие друзья, пробовали ли вы давать такой обид трезвости на время или навсегда? И есть ли в этом какая-то помощь? У нас есть уже телефонный звонок, и мы его с удовольствием сейчас примем. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут, откуда нам дозвонились? Меня зовут Василий, я звоню вам из Кирова. Очень приятно. Василий, что вы думаете насчет праздника Дня трезвости? Ну, я об этом празднике, честно говоря, совсем недавно узнал. Думаю, что это полезно и хороший праздник. Ну, а вот нас еще интересует такой вопрос. Давали ли вы обид трезвости в своей жизни на какой-нибудь срок или, может быть, на всю жизнь? Вообще, была ли у вас такая практика? Да. Почти три года, как я не употребляю спиртные напитки, брал на себя обед в 2011 году. Сначала на время Великого Поста, потом попробовал на год взять обед. И после этого года уже решил, что не буду употреблять. Если даст Бог, то до конца своей жизни. Вот еще один, наверное, вопрос, который нас тоже интересует. Как-то изменилась ваша жизнь после того, как вы уже вот на достаточно продолжительное время ведете полностью трезвый образ жизни? Конечно, изменилась. И к лучшему. В первую очередь, я понял, что трезвение – это очень хорошее состояние для человека, для его души, для его ума. Об этом ведь много сказано у святых отцов. Этим я укреплялся. Тем, что они призывали человека быть всегда в состоянии трезвения. А вот еще такой вопрос. А вот в обыкновенной жизни, обыкновенной жизни не мешает ли это? Ведь все равно друзья, товарищи, праздники, Новый год, дни рождения. Всего много, когда можно сесть и посидеть. И самое главное, что не выпадаете ли вы, в конце концов, из компании, не испортились отношения с друзьями, с которыми теперь уже элементарно даже не посидеть в банке, пивка не попить. Ну, это, конечно, не главное. Друзья у меня, конечно, разные. Есть, которые употребляют, есть, которые не употребляют. В компании с теми и с другими я себя чувствую абсолютно нормально. Некоторые спрашивают, интересуются. Я стараюсь не сильно распространяться по этому поводу. Чувствую себя за столом всегда хорошо. К спиртному не тянет. И, наоборот, некоторые мои друзья-товарищи, глядя на меня, может быть, еще на кого-то, тоже начинают брать на себя потихоньку обет трезвения. Ну, спасибо большое за мнение. Да, спасибо. Всего доброго. Вот интересно еще поднять вопрос о том, для кого все-таки обет трезвости – это актуально. Это для тех, кто уже имеет какую-то зависимость, или для их близких, да, вот как мы встречаем такую практику, или же это для тех, кто такой зависимости не имеет, но вот просто он хотел бы засвидетельствовать перед окружающими, что он принимает обет трезвости. Вот, например, мнения есть на эту тему разные. Кто-то говорит, что не нужно так вот ограничиваться, что все должно быть в меру, а кто-то говорит, что это совершенно необходимо. Например, вот на сайте «Православие и мир» опять же я нашла такую информацию, когда человек рассказывает о своем опыте борьбы со страстью винопитья. Он говорит, что необходимо полностью исключить для себя спиртное, вычеркнуть его из своей жизни навсегда, необходимо умереть для алкоголя, умереть для прошлой жизни и заново родиться в новой, где нет места для этой страсти. Самое сложное здесь и самое страшное для осознания – это слово «навсегда». Это пугает больше всего. Но по-другому нельзя. Надо расставаться с иллюзиями, что когда-нибудь можно будет пить умеренно, как все по праздникам. Нужно открыто посмотреть правде в глаза, что никогда так не получится. А с другой стороны, у нас есть мнение, которое говорит, что нужно все-таки, что можно в меру употреблять спиртное напитие. Но давайте мы сейчас прервемся для того, чтобы принять звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда звоните? – Добрый день, Тимофей. Как вас? Ирина, да? – Да. – Ирина. – Ирина. У меня Евгений зовут Белгород. – Здравствуйте, Евгений Александрович. Мы вас очень хорошо узнаем по голосу. – Ага, спасибо. У меня непонятно только, зачем праздник устраивать, День трезвости. Это просто обыденная жизнь. Человек не пьет, значит, он не пьет. А праздники, я думаю, не надо устраивать. Праздник – это, значит, опять выпивка. – А у вас есть опыт обета трезвости, может быть, или у кого-то из ваших близких принесения такого обета? – Я обета не давал, но я уже лет 15 вообще не пью. В компании могу выпить полбокала, допустим, красного вина. Больше я не употребляю. – А почему вы решили для себя выбрать такую позицию? – А это я выбрал позицию уже давно, потому что я понял, что своими деньгами я кого-то обогащаю, который эту чепуху производит, тем более еще паленую. Вот поэтому перестал употреблять. Мы же мошенники кровом. – Спасибо большое вам за ваш звонок. – Ну, нам на самом деле, да, очень приятно, Евгений Александрович, мы вас благодарим за то, что всегда дозваниваетесь, оставляете свой комментарий, говорите свое мнение. Мы его всегда рады услышать. И вот сейчас, кстати, ВКонтакте еще одно мнение пришло нам от Марии. Трезвость – это очень хорошо. Трезвый человек достигает многого. Трезвость – это основа, как минимум, нормальной жизни. Ну, вот спасибо вам большое, Мария, за ваше мнение. Наверное, да, я соглашусь с этим мнением. – Да, у нас есть еще звонок. – И еще звонок, и мы потом продолжим читать, если успеем. – Здравствуйте, как вас зовут, откуда нам дозвонились? – Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из города Екатеринбурга. – Сергей, очень приятно. Скажите, пожалуйста, нам, как вы думаете, вообще нужен ли праздник День Трезвости? Слышали ли вы о таком празднике? Принимали ли когда-нибудь участие в таком торжестве? – Честно говоря, слышал о нем впервые, но считаю, что такой праздник, конечно же, нужен. Нужно пропагандировать обязательно здоровый образ жизни, нужно, чтобы он стал модный в обществе, и чтобы люди к этому стремились, именно к трезвому образу жизни. – А скажите, вот вы сам принимали, или, может быть, кто-то из ваших знакомых, друзей принимал обед трезвости на какой-то определенный срок? Или, может быть, опять же, повторюсь, это можно сделать и на всю жизнь отказаться от алкоголя? – Нет, честно говоря, и у меня нет таких знакомых, кто бы давал обед трезвости, но сам я лично стараюсь вести здоровый образ жизни, и употребление алкоголя, скорее всего, очень редкое исключение, ну, конкретно для меня. – Понятно. Ну, спасибо вам большое за ваше мнение, спасибо большое, уважаемые зрители. Как-то получается, что нам мужчины дозваниваются, может быть, я искренне надеюсь, и вот Ирине перед эфиром говорил, что все равно есть некая ассоциация, когда мы говорим о обедах трезвости, о проблеме алкогольной зависимости, все-таки почему-то мы говорим о мужчинах, а вот интересно было бы услышать о женщинах, о тех, кто, может быть, тоже давал такой обед, к примеру. – Ну, пока я еще успею зачитать мнение Ксении Кабановой, она пишет, что провела опрос среди близких родственников по поводу обед-отрезвения, не готовы они совершенно отказаться от вина, я тоже не готова. Скорее, я за евангельское отношение к этому напитку, то есть, чтобы вино было в меру и было вином радости и братолюбия, а не поводом напиться, я за духовную меру и трезвость. Вот, и хотелось бы, действительно, чтобы те, кто нам еще дозвонятся, высказались о том, какое значение имеет именно давать обед. Ведь, действительно, можно просто либо употреблять в меру, либо, не давая обеда, стараться воздерживаться от употребления спиртных напитков. Вот какое значение имеет именно в храме с молитвой дать обед трезвости? Зачем это нужно человеку? Вот, мы будем рады, если вы нам позвоните и что-то на эту тему скажете. Да, у нас как раз есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните? Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. А, Боже, Олег. Вот у меня по соседству бабушка вообще всю жизнь не пила. И живет, слава Богу, и работает, картошку копает. Но самое, знаете, лучшее было бы, вот, самый хороший бы праздник, если бы устроили люди в городе, например, Свердловске, все бы на велосипедах хотя бы день, в этот день трезвости, и поездили, и как хорошо было. Вот это, слава Богу, было бы. А сам я не пью. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Вот по поводу того, для чего нужен праздник трезвости, почему нужно этот день именно как-то выделять, потому что к этому дню сразу начинают присоединяться какие-то акции. Например, я читала, что в одном городе, там в этот день запрещают вообще к продаже спиртные напитки и табак. У нас вот здесь, в Екатеринбургской митрополии, проводятся различные акции, вот, раздача листовок о трезвом образе жизни. Опять же, вот, можно какой-то велопробег устроить. Вот, то есть это привлечение внимания общественности к тому, что такая проблема существует. И предоставление пути ее решения. У нас есть еще звоночек. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Здравствуйте. Зовут меня Иоанна. Звоню из Санкт-Петербурга. Что хочу сказать? Вот я уже человек очень престарелый, одним словом. И я подспоминаю свою молодость. Вот мне Господь как верующая стала сравнить, ну, недавно, лет 20. А меня Господь как-то так вот устроил, что я, ну, при употреблении, при первейшем же водеалкоголе, мне становилось очень плохо. Ну, одним словом, я не перестала... Зачем мне это надо, чтобы мне было плохо? Поэтому я перестала вообще все спиртное, что пахнет, им не употреблять. Но, когда я приходила в компанию, а компании такие образованные люди, хорошие, такие вроде как и эрудированные, вроде все хорошо. Но как только они начинали напиваться, они становились развязными. И такими отвратительными. И слушать их было противно. Поэтому, значит, я перестала в компаниях собираться, даже в таких, среди таких эрудитов. Ну, вот так вот я хочу сказать, что это праздник чудесный. И надо, значит, всем принять в нем участие. Слава Божью! Спасибо большое. Замечательная история про эрудированного интеллигента, который, выпивая, становится похож не на себя. Николь Бижан нам еще, кстати, написал, прости, пожалуйста, Ириш, об вреде алкоголя надо говорить со школьной скамьи, учить и доказывать ребятам прямо со школы. Вот его такого мнения. Ну, на самом деле, получается, что когда человек начинает сдерживаться от спиртных напитков, он вдруг обнаруживает, да, и какие-то черты своих друзей, может быть, с которыми он раньше проводил время, замечает, что, может быть, это и не самая лучшая компания, с которой стоит общаться, насколько бы люди не были вот такими культурными, как мы это называем. У нас есть звонок, еще успеем его принять. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте. Я из Москвы. Зовут меня Лариса Львовна. Хочу поделиться. Действительно, здесь обед давала моя сестра со своей семьей из-за мужа. И вот обед давали не только, что он дал обед перед Богом в церкви. Они очень долго к этому шли и дали все сыновья, хотят бросить курить в помощь ему, пьющему. А он дал, ну, побоялся всего на полгода, боится за свою жизнь. Вот как-то ничего и боится, как вдруг не справится. Пока на полгода дал обед. Но шли к этому с мая месяца, и только вот в августе они дошли. То болезни, то то. Ведь Лукавый, он же не отпускает своих этих людей-то. Вот. И поэтому очень трудно шли. Но, Бог даст, вот столько шли. То одного нет, то другого, то заболел, то еще. Это такое было мытарство. Но, слава Богу, дали вот обед. И все дали сыновья, чтобы не курить, помощь ему. Ну, а он на полгода вот не пить. Вот такой вот у меня случай с моей родной сестра. Да, спасибо большое вам за эту историю. Настоящая семья собрались, вместе помогли в беде. Это удивительно, конечно. Да, и часто вот именно говорят о том, что для того, чтобы помочь нашим близким, которые имеют такую зависимость, нужно самим в первую очередь воздерживаться. Даже от небольшого употребления спиртных напитков, чтобы их поддержать своим примером. Что это возможно, что возможно, действительно, вот совсем воздержаться. Потому что для тех, у кого это действительно уже стало страстью, наверное, действительно, путь такой, что только отказаться совсем. Время нашей передачи завершается, подходит к концу. Мы с вами прощаемся. С вами сегодня были Тимофей Обухов. Елена Подмарева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова